Сегодняшний разговор идет об уникальнейшем человеке, значение которого, скорее всего, понимают этнографы. Может быть, жители столичного Петербурга, может быть, специалисты-историки, но общая часть, скажем, жителей России, причем разных регионов, сталкивается с этим, наверное, нечасто. И в лучшем случае где-то можно увидеть какую-то запись или же в календарном плане какое-то упоминание, но нечасто. А человек оказался меж тем довольно любопытным. Тему мы выбрали и назвали очень так необычно «Собиратель североамериканских коллекций». С одной стороны, не броское название, с другой стороны, это как раз отображает то, что мы хотели бы вам показать, рассказать и, собственно говоря, акцентировать внимание. Необычный был человек, и самое интересное, что, опять же, почему-то его подзабыли. Однако его вклад в науку, вклад в мировую науку и вклад в музеи видни оказался просто огромнейший. И этот вклад, слава богу, сейчас как-то начинает тиражироваться, почему и притащил вот те два альбома, которые мне очень хотелось бы вам показать. Речь идет об уникальнейшем человеке, который, по сути дела, даже не имел никакого образования. Когда-то, вот в начале 19 века, в семье отставного унтер-офицера, то есть это практически низший чин, родился мальчик, причем мальчик не очень-то здоровый, как оказалось со временем, но, в принципе, мальчишка. И самое интересное, что у этой семьи совсем почти не было средств. Жили они исключительно только на маленькие деньги, потому что унтер-офицер устроился в Академии наук. И в сущности был, скажем, просто вот человеком, который исполняет обязанности наблюдателя, даже не хранителя, то есть самый низший чин. И, по большому счету, семья сводила еле-еле концы с концами. И, к сожалению, в семье умерла затем мама, а мальчик, о котором идет речь, Илья, он не имел никакого образования, потому что и денег не было. Семья была не то что за гранью, но, тем не менее, очень близка к тому, что можно ее назвать, ну, наверное, очень бедненькой. И, по большому счету, ему очень повезло. И повезло, потому что папа-то все-таки был связан немножко с Академией наук. Вот эта вот связь и привела к тому, что он с детских лет туда попадал и видел эти коллекции первого музея в России. Кунсткамера. Напомню вам о том, что она создавалась еще при Петре Первом. Это был первый музей. И первые, скажем, коллекции приезжали как раз после того, когда Петр Первый посещает Европу и там покупает необычные редкостные вещи, которые попадают как раз в варварскую Россию. И многие из приобретенных вещей, допустим, крокодил, вызывало огромное удивление. Что это такое? Никто не понимал. И, кроме того, иногда возникала такая странная ситуация о том, что покупать крокодил, когда в стране неразбериха и люди голодают, становилось странным. Но, тем не менее, заложенная основой Петром Первый как раз вот этого первого музея привело к тому, что у нас уникальнейшая коллекция как раз в Кунсткамере. И среди этой коллекции есть то, что было собрано как раз вот этим мальчиком, со временем ставшим одним из самых необычных исследователей. Он в пять лет, образования-то нет и нет возможности его куда-то направить на учебу, его отправляют в типографию. И там он просто помощник наборщика и фактически занимается самым тяжелым трудом. Но он вместе со всем своим небольшим семейством попадает как раз вот в эту академию, может смотреть эти коллекции, которые его завораживают. По большому счету у него и друзей-то особых нет, и он общается только преимущественно с теми, кто в этом музее и работает. И с самых ранних лет он как раз и привыкает вот к именно зоологической жизни, к зоологическим коллекциям и к тому, что как раз в этом музее-то и происходит. Туда не часто, но попадают коллекции. Времени проходит с времен Петра I достаточно много. И по большому счету кунсткамера начинает наполняться, но такого, скажем, бардака, слишком большого количества экспонатов на маленькой площади еще нет. И коллекции эти успевают обрабатываться, описываться, каталогизироваться. И вот самое интересное, что мальчишка-то как раз в этот промежуток времени, общаясь со смотрителями и консерватором Менитрие, очень интересный человек, который в принципе и помогал мальчику Илье проходить как раз первичные знакомства с зоологическими коллекциями, а коллекции в Академии наук, то есть в кунсткамере отдельных музеев уже было несколько, он так как раз и закладывает большой интерес и первичные знания. И за счет того, что с давнего времени он вот в этих зоологических коллекциях ходит, он сам мысленно путешествует, он сам встречается с этими животными в своих фантазиях, он умудряется их каким-то там образом добыть, у мальчишки создается свой собственный мир, и благодаря этому он путешествует. И тут случается совершенно необычная вещь. Академия наук отправляет экспедицию, и самое любопытное, что нужен помощник. А мальчику Илье уже 13 лет, но мальчишка-то такой вдумчивый, и его академики отправляют, и он туда едет. И самое интересное, что попав на Кавказ, он умудряется там научиться именно полевой работе, как бы сейчас сказали ученые, он сможет увидеть своими собственными глазами, он с удовольствием узнает, что такое настоящие горы, а жить в Петербурге, сами понимаете, это непростое удовольствие, потому что климат такой. А тут появляется огромнейшее представление, что мир-то совершенно другой. И мальчишка как раз в этой экспедиции сам себя и показывает. Естественно, к нему задаются много вопросов, его пытаются обучить именно этой работе, и у него это получается. После возвращения экспедиции его отмечают, понимают о том, что пусть это на первых порах только еще помощник, но дает серьезные задатки вот эти экспедиции, он их подтверждает, и у него получается много интересных результатов. Он хорошо может описывать, естественно, каталогизировать. Вот этот вот момент, надо вам сказать, что далеко не все исследователи любят заниматься такой бумажной работой, потому что одно дело это собрать, другое дело описать. Вот самое интересное, что собрать оказывается гораздо проще, а описать-то гораздо сложнее. И в жизни у Ильи Гавриловича Вознесенского, так зовут нашего героя, оказывается вот этот момент один из самых главных. Этот молодой человек приучается, он многое постигает, не имея какого-либо образования, потому что у него и денег-то нет, да и сословия он такого низкого, у него нет возможности устроиться, но он общается с удивительными людьми. И вот смотрите, какая любопытная вещь. Он 1816 года рождения, и тут получается, что через 20 с небольшим лет он попадает как раз в самое интересное русло. Если вы помните, Россия когда-то имела свои земли на североамериканском континенте, и этими землями занималась русско-американская компания. Это, по сути дела, коммерческое предприятие, которое занималось этой территорией давно и охватывало огромнейший кусок североамериканской земли, и умудрялось, во-первых, много покупать и продавать, а кроме того еще и вывозить оттуда любопытных вещей. И самое интересное, что Академия наук, понимая, что есть вот такая задача отправить туда экспедицию, но особых денег нет. И лишних людей, которых бы можно было туда отправить, тоже нет. Это надо финансировать, а в этом возникают сложности. Но тут возникает очень любопытный момент. Как раз академические круги, консерваторы, хранители, они понимают, что у этого мальчика есть очень хорошие навыки, и более серьезного специалиста сейчас пока не найдено. И поскольку денег нет, надо хотя бы одного кого-нибудь отправить, а вдруг он что-нибудь там насобирает. И самое интересное, что в этот момент удается получить консультацию у председателя Русского географического общества контр-адмирала Врангеля. И самое любопытное, что он, подтверждая, что русско-американская компания готова пойти на любые уступки, предоставить любые финансовые или же административные ресурсы, как бы мы сейчас сказали, и помочь исследователю, которого отправит Академия наук на североамериканский континент для исследования и сбора различных коллекций. И вот тут начинается самое интересное. Сам Илья Гаврилович уже готов был переехать на новую квартиру и даже уже попрощаться с маленькой коморкой, в которой вот там жил. У него особых вещей-то там не было, потому что очень бедно жил. А тут получается, что ему эта квартира не нужна, он отправляется в путешествие. Он еще не знает о том, что это путешествие, по сути дела, будет единственным в его жизни, единственным делом и единственным достоянием. И его отправляют, всего лишь на небольшой срок, на три года, а дальше как получится. И все прекрасно понимают, что поехать туда через всю Россию, это надо очень много денег, проще отправить его с кораблем, который принадлежит компании, и таким образом сократить минимальные расходы Академии наук. Что и, собственно говоря, происходит. В Кронштадте он садится на корабль, и самое любопытное, что с августа 1946 года он плывет, и 1 мая следующего года попадает в Новоархангельск. Это уже американская территория, и весь этот путь, который он проделывает для того, чтобы пересечь, получается, весь земной шар, обойти по всем океанам, попасть на североамериканский континент, он как раз обучается, он общается с людьми, у него совершенно другой ранг, потому что компания сказала, что это один из почетных гостей. Он ни за что не платит, он живет на счет компании, при этом никто не собирается на нем экономить, и он для высших чинов в компании и для всех служащих, которые работают на русско-американском компании, один из самых весомых гостей, и исследователь занимает как раз такую очень удачную позицию. Он совсем не амбициозный человек, он мальчишка по сравнению со всеми, но характер как раз приводит к тому, что его полюбили как обычные матросы, так и обычные служащие, точно так же, как и управляющие. Прибыв в Новоархангельск, он, между прочим, умудряется там за первые полтора месяца, а там в Академии ждут от него каких-то известий, а он не успевает это сделать, он должен осмотреться. Опыта мало, он не знает, как это делать, и он на первых порах за счет знакомств пытается на этом континенте присмотреться и понять, какой спектр работы ему нужно провести. А ему надавали задач зоологических, прежде всего зоологических, то есть сборы коллекции животных, общим названием, ботанических в том числе, и надо же еще геологию. И вот тут самое любопытное, начинает задаваться этнография. Давайте мы пока Новоархангельск и Вознесенского оставим в покое, поговорим про этнографию. Наука эта формируется очень долго, как науку ее еще никто не собирается формировать, и понимает, что надо изучать народы, которые мы вот тут покоряем или живем с ними в соседстве, но как наука она еще очень далека должна быть. И самое интересное, что в русском географическом обществе комиссия по этнографии, так ее потом со временем назовут, а так это изучение народов, она одна из старейших. Точнее, она была сформирована первой как комиссией. И по большому счету Илья Гаврилович, собирая различные предметы, он как раз умудряется, не зная и не понимая, что вот он формирует науку, он ее уплотняет, он создает определенный взгляд, как надо это делать. И самое любопытное, что его природное чутье подталкивает на то, что надо с людьми-то разговаривать. Таким образом он умудряется поговорить со всеми, и даже с креулами, то есть с метисами, с тем, чтобы те проще ему рассказывали, показывали, и он благодаря их природным знаниям мог договариваться и получать интересные знания и коллекционные сборы. Но первые два месяца он пока только изучает. Его встречает местный губернатор Этолин, и благодаря тому, что за него поручился председатель, да и вся русско-американская компания, руководство помогает ему. Конечно, здесь совершенно другое отношение. Но коллекционные сборы как раз в резиденции у губернатора местного, они просто сборы. Их никто не описывал, их никто никак не каталогизировал. А тут появляется молодой человек, который говорит, а у вас вот это вот никак не сделано. А ему говорят, а давай ты сделаешь. И он очень быстренько соглашается. У него появляется еще один интерес. Он быстро начинает вот это все рассортировать, подписывать, при этом наблюдает, ходит. Ему никто ничего не говорит, но он успевает сделать очень много. Потому за первые два месяца он, по сути дела, ничего не собрал. Но оказалось, что сделал очень много. Надо вам сказать, что после того, когда он попадет на североамериканский континент, губернатор даже из своих собственных коллекций, понимая о том, что вот приехал человек, который понимает значимость его личных сборов, он отдаст из своих коллекций часть этих сборов. И благодаря, опять же, российско-американской компании отправит часть этих сборов в Академию НУК в Санкт-Петербург. И вот представьте себе, только через полтора года появляется первое известие о том, что, собственно говоря, сделал Илья Гаврилович. А он получает не только возможность в округе от Новоархангельска, он совсем походить и пособирать, и повыяснять. У него появляется возможность первой экспедиции, но самое интересное, что он из Новоархангельска двигается ни на север, ни вдоль по широте. Ему предлагают поехать на корабле в экспедицию в Южную Калифорнию. Оказалось, что это очень важно, потому что уже тогда становится понятным, что русским Южную Калифорнию и Северную, естественно, тоже не удержать. И надо воспользоваться этим, потому что рано или поздно сдадут эту позицию, но пока пользуются. И вот как раз буквально через два месяца появляется такая возможность. Илья Гаврилович стартует экспедицию и уезжает в Северную Калифорнию, где попадает в Форт Рост. Вообще вот это название Форт Рост, оно очень часто фигурирует. Иногда даже в начале 20 века будут такие чудаки, которые пытаются возродить русское влияние на Аляске, восстановить Форт Рост, то есть русскую позицию, русские поселения. Но вот по сути дела это вот из тех времен. И самое любопытное, у меня здесь слайдов не так много, но среди них есть как раз любопытные рисунки, которые делает Илья Гаврилович. И самое любопытное о том, что вот эти вот рисунки, а он делает всевозможные записи, он делает абрисы, он зарисовывает даже глазомерное исследование тех же самых рек, заливов, гор, на которые он поднимается. И это вот даже глазомерная съемка играет очень серьезную роль, потому что еще очень много времени туда человек из цивилизации не придет и не будет проводить эту топосъемку, даже очень простую. И вот так получается, что там как раз на территории Северной Калифорнии он собирает первые коллекции и очень удачные, и при первой же возможности отправляет в Академию наук. Вот тогда-то, когда придет первая посылка, точнее это будет несколько ящиков, и когда их начнут раскрывать и понимать о том, что сразу же несколько музеев, то есть зоологически в первую очередь а с ними ботаника, геология, и тут-то еще появляется этнография, вот это-то как раз начнет вызывать огромное удивление о том, что человек смог это сделать. Я сейчас вам как раз отдам вот эти два альбома, которые мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели. Альбомы большие, это коллекционные издания, и мне, конечно, хотелось вот это иметь самому, потому что я в Кунсткамере был не единожды, естественно, и когда ты туда приходишь, ты, естественно, облизываешься, но там выставлено мало, а мне хотелось посмотреть много, и когда появилась возможность вот получить эти издания, естественно, я их вот приобрел, потому что мне было очень любопытно. Вы их тоже посмотрите, потому что далеко не все в Кунсткамере выставлено. А среди вот этих любопытных вещей есть уникальные, о которых мы с вами поговорим. Но два альбома, которые мне очень хочется вам показать, это вот эти вот, это как раз сборы, которые проводил Илья Гаврилович, и есть уникальнейшие вещи, которые вот здесь надо посмотреть. Илья Гаврилович, попав туда, в Северную Калифорнию, он, конечно, умудряется сделать массу всего. Он путешествует, он смотрит, причем в его руках появляется много всяких возможностей. Он умудряется договариваться с любыми людьми, и это у него хорошо получается. И самое интересное, что он сделал настолько много, что становится понятным, что это мог добиться человек очень скрупулезный, педантичный. Вот эти два слова мне очень нравятся, потому что это и будет в основе всей его деятельности на североамериканском континенте. Вот здесь, хоть и не очень хорошо видно, но тем не менее, понятны как раз путешествия Ильи Гавриловича за счет как раз возможностей самой российско-американской компании. После того, когда он побывал вот здесь, на территории Северной Калифорнии, и вы видите, что он побывал в Форт-Россе, потом он попадает в залив Сан-Франциско, и территорию вокруг Сан-Франциско они много успевают посмотреть, появляется любопытная возможность. Он с кораблем возвращается в Новоархангельск, и буквально там остается совсем немного, а губернатор Этеллин говорит ему о том, что вот у нас появляется еще одна необходимость, мы отправляем корабль, но теперь уже в Южную Калифорнию, где в районе Сан-Диего, есть соляные копии, и нам нужно оттуда привезти соль. Экспедиции подобного уровня российско-американская компания отправляют всего лишь один раз в три года, и поэтому у Ильи Гавриловича появляется уникальная возможность, и он, конечно же, отправляется туда. Пока служащие компании занимаются солью, у него появляется возможность исследовать вот эту Южную часть, привезти оттуда массу всяких любопытных вещей, и это очень хорошо, потому что, по сути дела, больше исследователей, которые побывали вот в этом регионе, после него не будет. Только уже другие исследователи, уже не под российским флагом, придут сюда и будут исследовать. Смотрите, какая любопытная вещь. Опять же, вот здесь у меня есть два таких очень интересных издания, одно называется просто экспозиционная коллекция, другая коллекция связана с американскими сборами. Но это не обязательно только Илье Гавриловича Вознесенского, но издание уникальное. Вот это тоже надо вам посмотреть. И самое любопытное, что вот в этих североамериканских коллекциях есть коллекции, связанные с индейцами Пуэбла. И эти коллекции, по сути дела, как раз пришли за счет Ильи Гавриловича, потому что он как раз собирает их вот в этих вот местах. И эти коллекции приходят. Очень много любопытнейших вещей, которые попадают как раз оттуда. По возвращении на Вархангельск, у него появляется новая возможность. Он должен попасть как раз не на юг, а на север. Обратите внимание, что вот здесь как раз есть интереснейшая возможность посмотреть и остров Кадьяк, и заливы, и ту часть, которую мы называем Аляска. То есть та, которая непосредственно к нам и близка. И сюда, отправляясь, он как раз имеет возможность исследовать и Николаевский, и Михайловский редут. Особенно вот эта вот важная роль, потому что это одно из самых старейших русских поселений на Аляскинской территории. И у него как раз есть даже несколько зарисовок. Надо вам сказать, что в коллекции Кунсткамеры есть уникальные рисунки. Часть из них представлена, часть из них мы покажем. Но это все из фондов Кунсткамеры. И слава богу, что они выставляют это в интернете. Есть возможность хоть что-то взять и показать. И вот эти вот исследования на Аляске у алиутов одни из самых классных. Если вы попадете в Кунсткамеру, у вас первый же зал, который там вот у вас будет на первом этаже, это будут как раз алиуты. Аляскинские алиуты и сборы как раз Ильи Гавриловича. Вот в большом альбоме даже есть уникальные вещи, которые, наверное, найти-то будет сложно. А именно одежда непромокающая, вот как раз алиутская, уникальная вещь. И самое любопытное, что вот как раз во время этих путешествий у него появляется уникальная возможность. Он привозит 11 масок, которые получает у местного тайона, то есть вождя. И эти маски уникальны сами по себе. Опять же, в альбоме их несколько разновидностей. Совершенно шикарнейшая вещь. И потому вот эти маски одна из самых, наверное, ценных находок и ценных коллекций в этом отношении. Мало того, Илья Гаврилович очень пунктуальный товарищ. Он не просто записывает, где он это взял, у кого он взял. Он описывает этих людей. И самое главное, он делает рисунки и даже умудряется каким-то образом представить образы тех людей, с которыми он общался. Уникальнейшая вещь. И как раз за счет того, что он очень педантичный человек, получается так, что там, на севере североамериканского континента, он собирает коллекцию тлинкитов. В музеях Соединенных Штатов Америки, конечно, есть сборы тлинкитов. Но другое дело, что это сборы гораздо более позднего периода. А кроме того, это просто вещи, артефакты, которые по разным причинам из разных источников попадают в музеи. А вот эти коллекции, которые делает Илья Гаврилович, они очень классно описаны, потому их ценность величайшая в этом отношении. Но на это уходит несколько лет. И при этом, представьте себе, он, конечно же, умудряется даже дотянуться до Берингового моря. То есть его интересует максимально исследовать вот эту северную часть. И до него, по большому счету, туда из российских исследователей никто не добирался. Вот это как раз очень ценно. После огромнейшего вот этого вот похода, скажем так, из нескольких экспедиций ему помогали. И исследователь пытался местных товарищей научить как раз заниматься этими сборами, препарировать животных, птиц. И самое интересное, даже умудрился собирать те же самые морские водоросли. Представьте себе, он отправляет ботанические коллекции как наземные, так и морских водорослей. То есть он умудряется их высушивать и отправлять. И они приходят в Санкт-Петербург в хорошем состоянии. И умудряется как раз исследовать и острова. Его задача следующая, которую ему ставит Академия наук, она отправляет ему депешу. И тем самым продлевая его путешествия, почти теперь уже бесконечно, еще на пять лет. Его задача, кроме северного побережья, попасть на Сахалин. И самое интересное, оказаться как раз на вот этих ныне спорных островах, потому что его интересуют Курилы. До Сахалина он не добирается, но зато Курильскую гряду он умудряется внимательно посмотреть. И один из самых, наверное, интересных островов – это будет Уруп. У него появляется возможность сравнить с одной стороны людей моря, потому что и с той, и с другой стороны живут люди, которые пользуются дарами моря. Но здесь другое население. Как вы знаете, раньше там жили айны, и он, конечно, с ними сталкивается. Исследуя большую часть островов, он рано или поздно должен попасть на Камчатку. Что, собственно говоря, и происходит. Попав на Камчатку, он там задерживается, и его исследования там оказываются не простенькие, а наоборот очень серьезные. Он делает массу исследований, он умудряется описать и, главное, зарисовать, пусть глазомерно по съемку сделать, но полностью реки Камчатки. Он умудряется посетить десяток острогов. У него даже стоит такая серьезная задача прямо со склонов вулканов добыть драгоценных белоснежных баранов. Он сокрушается первое время, что ну нет баранов, и все. Одну экспедицию сделал, вторую, а ну нет этих баранов. И он уже, в принципе, почти отчаялся, но по возвращению из одного острога ему удается сначала одну пару молодых баранов добыть, потом еще уже более взрослых, и таким образом отправить их в Санкт-Петербург. Вот эти исследования на Камчатке приводят к тому, что здесь, собственно говоря, он получает открытый лист, вот уникальнейший документ, с которым исследователи столкнутся до начала аж прямо 20-х годов, 20-го столетия. По сути дела, это документ, который заставлял всех, кому предъявитель этого открытого листа предъявит, подчиняться ему и оказывать всемирнейшую помощь. В результате чего он умудряется, конечно, исследовать Камчатку очень серьезно. И ему помогают здесь все, в том числе и молодой капитан, который, по сути, завойка, который со временем станет комендантом и губернатором, и спустя некоторое время будет организовывать даже в Петропавловске Камчатском оборону во время войны 1854-1855 годов, и благодаря ему будет серьезное противостояние французско-английской эскадре, которая так и ничего не сможет сделать, и Петропавловск о ней не захватит. У него появляется дальнейшая возможность, вы видите, он отправляется в Охотск, он побывает на Алане, он побывает в Истоке, в Устье Мае, он познакомится немного с хребтом Джукдур и, по большому счету, сделает массу исследований. За весь этот промежуток времени, а он в экспедициях в целом на североамериканском континенте и на Дальнем Востоке России пробудет 10 лет в общей массе, он соберет огромное количество экспонатов. 6 тысяч экспонатов только по музею зоологии, 7 тысяч по ботанике, более полутора тысяч по геологии и около того же количества этнографии. Если с зоологическими сборами тут приходили они очень разные, и не только от Ильи Гавриловича, то вот с этнографией здесь, конечно, очень удачно было, потому что таких коллекций, по сути дела, больше никто туда не привозил. Илья Гаврилович за весь промежуток времени, хотя о нем заботится очень интенсивно и ему старается помочь, вот этот климат не его, он испытывает достаточно серьезные нагрузки и даже во время своих собственных путешествиях не единожды оказывается, скажем, на враждебной территории. Был даже случай, когда его пытались убить, потому что ночью они, что называется, разбили лагерь, и оказалось, что они, по сути дела, развернулись возле тотемного столба, что, собственно говоря, было, в общем-то, такой очень серьезным нарушением, за что их, собственно говоря, и собирались убить. И, наверное, по мнению местных племен, это было правильно, тем не менее он остался жить, а один из его помощников как раз и погиб. Но вот эти все экспедиции привели к тому, что он действительно очень серьезно заболел и чувствовал себя уже, собственно говоря, не очень-то и хорошо. Собирая эти коллекции, он действительно путешествовал на большие расстояния, много сумел сделать, но рано или поздно надо было возвращаться. И вот как раз в этом случае появляется возможность, он после девяти лет получает разрешение и уезжает в Санкт-Петербург, и через девять месяцев он оказывается как раз уже в северной столице. Здесь его ждет триумф. И по большому счету триумф, собственно говоря, российской науки, российской академии наук. И вроде бы все его чествуют, но вот смотрите, какая любопытная вещь. Он все-таки человек низшего сословия. И потому он без рода, без племени, но он действительно сделал очень много для России. Но он из низшего сословия. И с одной стороны, весь Петербург от этого гудит, а с другой стороны, на эти коллекции могут прийти, посмотреть исключительно только люди высшего сословия и богатые, а для всех остальных, то есть для обычных людей, как мы бы сейчас это назвали, эти коллекции недоступные. То бишь об этом знает только определенная группа людей. А по большому счету, вообще-то это было бы неплохо для всех россиян это и показывать. И он это понимает. Но самое интересное, что он так и остается бедным человеком. И со временем, конечно, его немножко там слегка наградят, назовем так. Он устроится хранителем, он будет потом корешским асессором, то есть он занимает самые низшие позиции. Ему дадут орден святого Станислава аж только третьей степени. И таким образом его наградят, но по большому счету, это не то, чтобы им была насмешка. Это, наверное, просто была эпоха. Это было время, когда, по большому счету, власть не ценила именно вот таких людей, чудаков, которые двигали науку. И по большому счету, конечно, Илья Гаврилович, человек, который умудрился делать совершенно уникальные зарисовки. И самое любопытное, что он сумел достать то, чего вот даже во многих музеях в тех же самых Соединенных Штатах Америки нет. Вы видите уникальнейший вот этот вот костюм. Во-первых, его и добыть-то надо было. Во-вторых, еще каким-то образом сохранить. Его надо было отправить. Это уникальная вещь. И самое любопытное о том, что вот вы уже посмотрели часть этих альбомов. Там просто уникальнейшие экспонаты, которые вот как-то так чудом, собственно говоря, попали в Россию, потому что такая штука далеко не везде есть. Уникальнейшая вещь. Опять же, вот мои любимые тлинкиты. И самое интересное, что вот эти коллекции, они, как я уже сказал, ценны не только своим качеством, но они ценны сбором и описанием. Илья Гаврилович как раз человек с одной стороны академической эпохи, его научили правильно все эти сборы описывать. В результате чего в российской консткамере как раз есть уникальнейшие, по сути дела, коллекции, которые отчасти выставлены как раз на первом этаже старого здания. По большому счету, об Илье Гавриловиче длительный промежуток времени, и никто и не собирался говорить. Достаточно быстро к этому привыкли. Он всю оставшуюся жизнь, он еще прожил 20 лет после возвращения, он описывает свои собственные коллекции, их пытается систематизировать, пытается анализировать, что очень классно, по большому счету, потому что мало кто этим занимался, тем более разные народности. А в России иногда про такие племена вообще никто даже слыхом не слыхивал. И потому его задача была именно в этом. Настоящая оценка его уже придет только в 20 веке, в советское время. Тут надо отдать должное, потому что в советское время этнография уже сформируется как серьезная наука, и много будет ученых, и многие коллекционеры, и многие этнографы оценят, и все, кто занимается вот этим регионом, понимают, что надо ехать в консткамеру и смотреть вот эти коллекции. Думать нечего. Но по большому счету о нем, по сути дела, забудут. И о нем вспомнят только уже в советское время, и его коллекции будут так серьезно описываться, и будут цитироваться эти коллекции в советское время. Основные произведения напишут, опять же, в советское время. И вы видите, я здесь оставил книжку у господина Алексеева, как раз которая и повествует об Илье Гавриловиче, довольно серьезное издание. Я вам очень посоветую книгу, которую я тоже очень люблю. Она другого, очень известного этнографа. Прошлая лекция как раз была к дню этнографа. Человека, который придумал этот день этнографа, Рудольф Фердинандович Иц, у него есть книга, которая называется «Века и поколения». Среди небольших рассказов есть как раз глава, которая называется «Путешественники, гуманисты, ученые». И с одной стороны рассказывает о том, что в Кускамере есть дар экспедиции Кука после смерти Джеймса Кука. А кроме того, есть небольшой очерк, который называется «Жизнь и подвиг Ильи Вознесенского». Вот это вот тоже очень, наверное, серьезное повествование, хотя перебирает в основном одни и те же факты. Но, тем не менее, немножко другой взгляд. Илья Гаврилович уникальнейший человек. И надо отдать должное, что мы о нем вспомнили. Периодически о нем, конечно, ведутся рассказы, но, к сожалению, все-таки это удел исключительно только этнограф. Я думаю, что сегодняшняя наша встреча, наш сегодняшний разговор вам, наверное, был бы интересен, потому что мы с вами поговорили не просто там о каком-то этнографе, не просто о каком-то путешественнике, а о действительно уникальном чудаке. И нам удалось с вами погрузиться вот в этот вот мир, который он смог посмотреть и, главное, привезти его к нам сюда. У него вот эти коллекции действительно соревнуются с коллекциями во всем мире. Это даже никто не спрашивает. И самое любопытное, что вот рисунки, которые делал Илья Гаврилович, они интересны, потому что это, с одной стороны, описание местности, рисунки тех людей, с которыми он как раз путешествовал, у кого он собирал эти коллекции. С другой стороны, это эпоха, потому что найти зарисовки того же самого Форт Росс или Новорхангельска будет сложно. А у Ильи Гавриловича целая коллекция вот этих рисунков, о которых мы с вами и поговорили. У него была возможность только путешествовать по тем владениям российско-ампериканской компании, где были интересы. И там-то, собственно говоря, он и присутствовал. Все, охватить не было возможностей, то, что он сделал, уже очень много. А по большому счету, вот, конечно, если бы оставалась вот эта часть, конечно, это было бы интересно. Потому что это один регион, это один океан, это одни моря, это близкие народы. И самое интересное, что колонизация и со стороны русских была, но тут очень спорные моменты, колонизация или уничтожение полностью населения. Нельзя сказать, что мы были очень хорошие, но и нельзя сказать, что мы были очень плохие. То есть это все равно признак колонизации так или иначе был. Кто-то страдал, но другое дело, что или вырезают полностью население, их сгоняют там в какие-то вот не очень удачные места для проживания. А не случайно, вот есть же вот даже на территории США, так называемые Бэтлендс, то есть вот совсем плохая территория, где жить-то почти невозможно. Ведь туда, собственно говоря, начинают сдвигать, то есть в не очень удачные места, где заниматься нечем. И там и создают резервации. То есть это резервация, это поселение в сущности. Резервация, которую можно контролировать. То есть это поселение, которое вот мы точно знаем, что оттуда никто никуда не уйдет. Здесь совершенно другой вариант. Но, тем не менее, так оказалось, что вот от этой всей территории все равно вот пришлось отказаться. Российско-американская компания, это, конечно, один из самых, наверное, на мой взгляд, увлекательных и интереснейших проектов, потому что мы, с одной стороны, добились очень много, денежков очень много заработали, создали действительно целую уникальную плеяду исследователей, торговцев. Мы умудрялись привозить товары туда и обратно. Это были действительно серьезные проникновения на другую территорию, в другой мир. Но вот так получается, что это только торговые операции. Хотя каждый, кто вот занимался вот именно управленческой, а вот представьте себе, Эталин Баранов, тот же самый Рязанов, Хлебников, наш земляк, правда, он и с пермской территории, он из Кунгуры родом, но тем не менее, уралец, он тоже играл очень важную роль. У него, кстати, очень серьезные записки, тоже вот исследовательского характера, тоже был такой педантичный человек, многое наблюдал, многое видел. Это все как раз те личности, которые смогли организовать, умудриться создать вот эти поселения, правильно их снабжать, правильно руководить, потому что это все-таки хоть и поселение Российской империи, но контролируется торговыми людьми. Там была своя власть, но все равно это была вот под российско-американской компанией. Ну, я уже сказал, что имеет смысл прочитать вот книгу Рудольфа Фердинандовича Итса, там вот как раз есть повесть, книжку, которую вот Алексей я вам показал. Есть несколько очерков, недавно, так лет 15 назад был в «Российском американце» очерк про Илью Гавриловича Вознесенского. Есть несколько серьезных публикаций в Мае, то есть в Кунсткамере, то есть в Музее антропологии и этнографии, то есть это Кунсткамера. И они связаны как раз с коллекциями, которые собирал Вознесенский. Там дается, конечно, и характеристика его экспедиции, но упор делается на коллекции. Ну, допустим, мы уже говорили с вами про те же самые маски, это всех всегда интересовало, это вот как красная тряпочка, на нее все реагируют. Есть уникальные сборы, связанные с головными уборами, вот шикарнейшая вещь, тоже очень мне понравилась. Есть те же самые всевозможные трубки, я думаю, что вы посмотрели вот альбомы, там просто шикарнейшая, и вот эта культура, она уже исчезла. Вы видели, у нас вот здесь была фотография, такая же вот как в альбомах, связанная с макетами лодок, это тоже очень здорово. Как раз изображение лодок вот этих вот делал Илья Гаврилович, потому что таких нет, и какими лодками пользовались местные населения, у каждого народа, у каждого племени, свои возможности, свои представления, свои тараканы, назовем так, это как раз вот было интересно. И то, что тлинкиты пользовались большими лодками, на которых переезжала не только семья, а целый род, это очень здорово. Ну и представьте себе, это не просто реки, потому что это горные реки, на Аляске это морское побережье, очень непростое, потому что представьте себе, если это каменистый берег, а там много таких участков, то разбивается любая лодка, поэтому тут не самое простое. Вы видите, что и русское население занимает как раз ту территорию, куда могут войти суда. Суда, большие, небольшие, но суда должны зайти в залив, чтобы эти суда не разбились, или хотя бы стояли на рейде, что тоже очень немаловажно. Поэтому вот у Ильи Гавриловича очень такая интересная коллекция с разных сторон. Но опять же подчеркну, из книг только две. Рудольфа Родинандовичица и вот как раз у Алексеева Илья Гавриловича Рознесенский. Это действительно интересный человек, с интересной судьбой, правда недооцененный.